ИЛЛЮЗИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ Наша тенденциозность приобретает иногда совершенно диковинные и опасные формы. Одним из примеров является другое когнитивное искажение, которое получило название «ИЛЛЮЗИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ». Возьмем пример из области политики. Представим себе, что некий человек захватил власть в стране и объявил себя главой государства. Понятно, что он диктатор. Но ведь можно провести выборы, которые по сути будут безальтернативными. Так было во времена СССР, когда на выборах заявлялся один кандидат, и гражданам предлагалось проголосовать за или против него. То есть альтернативы этому человеку не было. Но ситуация выглядела так, словно бы она существует. Вы же можете вроде бы его и не выбирать. На самом деле это просто уловка, на которую часто попадаются бизнесмены, когда они принимают ответственные решения. У них есть вариант решения. Например, войти в какую-то новую нишу. Или нет. Открыть дополнительное производство. Или не открывать. Купить конкурирующую компанию. Или не покупать. Переоснастить производство. Или нет. Ощущение, что альтернативы есть, ведь можно и не выбирать. Но на самом деле это решение является безальтернативным. Альтернатива же это еще одно, какое-то другое решение, которое можно принять в сложившейся ситуации. Например, не покупать конкурирующую компанию, а перекупить ее ключевых сотрудников. Не открывать дополнительное производство, а увеличить количество подрядчиков. И так далее. В таком случае у вас уже как минимум два решения. Анализ каждого из них позволит вам точнее просчитать последствия своих действий. Если вам кажется это очевидным, вот факты. Пауль Натт проводил исследования в течение двух десятилетий. Он анализировал множество компаний и сотни решений, принятых командами топ-менеджмента. Выяснил, что по-настоящему альтернативный выбор был осуществлен только в 29% случаев. Иронично в этой связи взглянуть на результаты исследований Баруха Свичхофа. Он выяснил, что даже подростки, не обладающие, как мы знаем, широтой мышления, принимают решения на основе альтернативы в 30% случаев. То есть формально даже чаще, чем высокооплачиваемый топ-менеджмент. При этом надо понимать, что наличие альтернативы существенно влияет на результат в отдаленной перспективе. Благодаря Паулю Нату выяснилось, долгосрочные последствия, да нет решений, неудачны в 52% случаев. То есть даже подкидывая монетку, мы могли бы действовать точнее. При этом при наличии двух и более альтернатив, решение оказывается неудачным только в 32% случаев. То есть такие решения на 20% эффективнее. Трудно, мне кажется, найти более наглядные доказательства опасности нашей тенденциозности в принятии решений. Нам лишь кажется, что мы воспринимаем реальность абсолютно объективно. В большинстве случаев мы лишь слепо следуем биологическому закону, который требует от нас экономить на работе мозга. Эволюция словно бы шепчет нам, экономь энергию, учитывая минимальное количество факторов, формируя решение на основе прежнего опыта и считая его единственно верным. Да, для эволюции это может быть и так, но для человеческого существования, а тем более для бизнеса, это роковая ошибка. Вместо того, чтобы сомневаться, исследовать, мы постоянно ищем доказательства своей правоты. А кто ищет, тот всегда найдет. Иллюзия понимания, усугубляющаяся общей тенденциозностью восприятия, представляет собой ядерный коктейль, который играет с нами дурную шутку в долгосрочной перспективе. Мозг формирует решение, учитывая минимальное количество фактов и тем самым экономя энергию. Формирование решения происходит на основе прежнего опыта, без учета других действительных альтернатив. Ловушку иллюзии альтернативы сложно заметить. Она дает ощущение, что альтернатива есть, но на самом деле решение без альтернативы.